Привет, я Лёва. За последний год я успел пожить от нескольких дней до пары месяцев, наверное, во всех основных крупных городах Китая. За это время пережить многое, начиная от бессонницы и дергающегося глаза, заканчивая вот сейчас небольшим выпадением волос. Поэтому пришло время подвести итог года жизни в Китае и понять, а стоило ли эмигрировать в эту страну. Итак, моё путешествие в Китай началось не в Шенчжине, как многие думают, а в Пекине в 2019 году. Тогда я первый раз приехал в эту страну и уже тогда, 5 лет назад, я пришёл к выводу, что здесь огромные перспективы. Если вы хороший специалист в Китае, вы будете зарабатывать, наверное, ну раза в полтора-два больше, чем вы бы могли зарабатывать в своей стране, либо где-нибудь там в Европе. Но, здесь ещё важный момент, стоимость жизни в Китае, она намного ниже, чем в Европе или даже у нас. Плюс здесь чаще всего бесплатно предоставляют жильё, поэтому откладывать вы сможете очень даже много. Звучит это, конечно, всё очень хорошо, приехать с минимальным набором знаний, с минимальным пакетом документов, сразу же устроиться на работу 2,5 тысячи долларов в месяц и ещё бесплатно жить. Но что же мы имеем на самом деле? А на самом деле чаще всего происходит так, и вот конкретно со мной это произошло, что наших ребят, ну в основном молодых, неопытных, обманывают. Просто навсего обманывают те же русские, которые здесь живут довольно долгое время, которые обещают помочь с документами, с оформлением, а по факту вы приезжаете в город, в страну, где у вас нет знакомых, нет никаких связей. И вот единственный человек, который вы знаете, это вот этот агент, который говорит, ну вообще-то работа была, но ты как бы сейчас приехал, её нет, и давай мы тебе её поищем, поэтому тебе нужно подождать некоторое время. Ну это вот конкретно свой случай рассказываю, о том, что там в Пекине, когда я приехал, я первые 2 недели сидел в гостинице и не мог из неё выбраться, я просто ходил на собеседование, везде получал отказы, потому что у меня не было нужных документов, у меня не было хороших навыков английского, и спойлер, работу я так и не получил там. Итак, после Пекина меня отправили работать в Урумчи, в город на севере Китая, который вообще, я уверен, ни один человек даже никогда про него не слышал, и честно говоря, я тоже. Но на самом деле это довольно нашумевшее место, потому что в 2018 году, то есть за год до того, как я туда приехал, были какие-то суровые выступления там, и вообще о том, что там происходило, я не могу говорить, находясь здесь на территории Китая, но был там позитивный момент. Вывод, который я сделал там, находясь в Урумчи, что в Китае офигенная культура и язык, который мне нравится изучать. Я очень много ходил по паркам, по буддистским храмам, которые находились на территории города, и уже тогда я ощущал, что, блин, в этой стране действительно интересно находиться, особенно мне, человеку, который заканчивал в университете Востоковедения, в этой, вроде как, атеистической стране, все равно есть красивые буддистские храмы, и вот сейчас я где-нибудь здесь накидаю фотографии из Урумчи. Вы посмотрите, какой там огромный, красивый, золотой Будда на фоне вот этого снега и их пологих крыш, вот этих китайских пагод. Именно тогда я понял, что Китай это очень большая, красивая и закрытая страна. Отсюда практически не выходит информация, и сюда она не попадает. Как я это понял, в 2019 году, вот после этих полутора месяцев, которые я прожил в Урумчи, я, ну, как бы сам вот этот Урумчи, просто почитайте, что это за город, что вообще за вещи там происходили, я оттуда полетел в Россию, где каждый второй человек меня начал спрашивать, чувак, слушай, вот ты прилетел из Китая, ты случайно не болен? Я говорю, болен, почему? Так у вас там вирус, типа ковид, ты что, ничего об этом не знаешь? Прикол в том, что я об этом не знал. В Китае новости, если они пока не должны распространяться, они не распространяются, даже такие, как ковид. Я реально месяц прошел с момента того, как началась пандемия, когда он только-только появился, я об этом не знал, и вообще никто не знал. Так что да, цензуру никто не отменял, она действительно существует, железный занавес, он сейчас опущен, он немножко приподнят, знаете, все-таки можно там с VPN попользоваться ютубчиком, инстаграмчиком, но это не распространено. То есть вот я сейчас пройдусь по улице, спрошу, наверное, 60-70% китайцев, они никогда и не слышали ни про инстаграм, ни про ютубчик, да им это и не надо. Очень часто мне пишут люди, заинтересованные в переезде в Китай. Всегда куча разных вопросов, но, конечно, самые частые из них, а нужна ли сюда виза? Да, друзья, нужна, и поверьте, работы с бумажками там достаточно. Например, в этот раз я получал визу в Бангкоке, на которую у меня ушло практически две недели. Однако есть способ сэкономить время и немного упростить этот процесс. Хочу вас познакомить с визовым агентством Lao Travel. Они уже не раз меня выручали, в этот раз, например, помогли проверить документы, которые я отправлял в визовый центр, подсказали, что лучше исправить заявление, чтобы усилить свой кейс и не получить отказ. Ребята оформляют любые визы в Китае и в другие страны Азии без вашего присутствия. Вы просто передаете им паспорт и ждете визу с доставкой на дом. Даже если в вашем городе нет консульства, вы спокойно получите визу в самые кратчайшие сроки. Мне нужна была виза в Индию, да, туда она, оказывается, тоже требуется. И Lao Travel сделали мне ее менее чем за сутки, что очень круто, потому что вылетать я планировал уже на следующий день. Пятая всегда на связи в мессенджерах, что очень удобно. Шикарный рейтинг 5.0 на Яндекс, много хороших отзывов. А еще сделают визу под ключ на полгода пребывания в Китае, даже если до этого вы никогда ее не получали. По промокоду LEV скидка 5% на любую визу. Подписывайтесь на их телеграм-канал, там самая свежая и актуальная информация, касающаяся виз в Азии. А чтобы заказать визу прямо сейчас, пишите им на WhatsApp или в Telegram по ссылкам в описании. Боже, вы только гляньте, какой прекрасный парк они здесь отстроили. Я напоминаю, это вот территория одного отеля. Он здесь находится, сюда абсолютно бесплатный доступ. Любой человек может приехать на остров, перейти там мостик и оказаться вот в этой его части, где находится отель. И спокойно гулять по приотельной территории, любоваться вот этими вот садами. Посмотрите, здесь какие прекрасные вот эти камни, какая текстура камня. Все так же, как и везде здесь в Китае, в этом районе усажено красивыми цветочками. Вода прозрачная, там плавают рыбки. И здесь прям, ну красиво. Прям очень красиво даже, я бы сказал, по-японски. Как-то вот сразу же почему-то про Японию я вспомнил. После этого из-за работы с детьми у меня появились небольшие нервные тики. Я постоянно болел из-за того, что Урумчи находится на севере. И поэтому я дал себе обещание, что никогда не вернусь на север Китая и никогда больше не буду работать там учителем. И еще мне сказали, что так как начался ковид и в Китай нельзя вернуться, зарплату они мне тоже не выплатят. Ну вернее, они ее выплатят, когда я смогу вернуться туда, в Урумчи. Как вы понимаете, туда я больше никогда не вернулся. А вернулся я в Шенчжень. Как раз таки в 2023 году, когда я активно начал вести этот канал, когда я начал рассказывать вам о Китае, я приехал в Шенчжень. И что же я увидел? Да я офигел. Я откровенно офигел от того, насколько прогрессивный и огромный этот город. И этот город оказался очень удобным для человека, который там живет, для меня. Потому что я удивился, что в Китае все сервисы доставки, они просто у тебя в телефоне помещаются. Все это настолько удобно и быстро можно организовать. Знаете, заказать себе покушать, заказать какие-либо вещи. Все это приходит буквально в течение нескольких минут, нескольких часов. И это было суперудобно. Но что было неудобно, так это регистрироваться во всех этих приложениях. Потому что в большинстве своем они на китайском. Ничего здесь не адаптировано на английский. Ну потому что зачем? Иностранцы-то сюда особо не ездят. А также было сложно регистрироваться просто в других сервисах, например, в полиции. Поэтому да, шестой вывод, он тоже такой негативный. Здесь очень сложно самостоятельно регистрироваться, получать различные бумаги. Ту же банковскую карту открыть. Это такая головная боль. Это даже, ну, куча статей в интернете есть, где у кого-то получается в одном и том же банке с одним и тем же кейсом получить, а у кого-то нет. То есть здесь еще момент какой-то рулетки, везения присутствует. Конечно, все эти трудности, они помогают раскрыться и учат тебя чему-то новому. Вот это седьмой вывод, к которому я пришел, проживая здесь в Китае, жизнь здесь, она такая довольно суровая, тяжелая для иностранца. Особо не с кем общаться, и это помогает сконцентрироваться на определенных делах, на своей работе, которая приносит тебе удовольствие. Именно здесь, проживая в Китае, вот в Шенчжэне в то время, у меня, как мне кажется, начали заходить видео, потому что я стал больше самого себя в них вкладывать. И появились первые результаты на поприще Ютуба. Поэтому, если вы переезжаете в Китай, то будьте готовы к тому, что, скорее всего, у вас начнут идти дела в гору. Однако такая жизнь, она, конечно же, приносит свои плоды. Помимо того, что ты начинаешь лучше фокусироваться на своих задачах и своей работе, ты начинаешь ощущать себя все более и более одиноким. Вот в тот момент, на четвертый месяц проживания в Шенчжэне, я снял первый ролик, который более-менее залетел. Он был как раз-таки про то, что мне одиноко в Китае. Я там гулял по центру в Шенчжэне, рассказывал, что не могу найти друзей. И вот в тот момент я сделал для себя вывод, что вообще не хочу возвращаться в Китай. Мне настолько там не понравилось. Просто вот из-за того, что банально не с кем было общаться, не с кем было, знаете, в конце дня посидеть, попить пиво или кофе или чаю. И просто вот, ну, порассказывать, что случилось за эту неделю, что случилось за день, что интересного ты там увидел. У меня тогда начались прям жесткие бессонницы. Я не знаю, почему начал есть много сладкого, очень плохо спать. Я там мог уснуть в 3-4 часа ночи. И вот тогда у меня заканчивалась виза. Я просто не хотел возвращаться ни в какую в Китай. Пошел дождь, и все, кто гулял по этому парку на острове, пришли вот в такое вот местечко, чтобы здесь спрятаться от непогоды. Вот под этой классной крышей здесь тоже они сделали мостик. Видите, есть основной мост, вон там вот он проходит, чтобы попасть на остров для автомобилей. Здесь есть еще один мост. Он выполнен чисто в старо-китайском стиле. Я извиняюсь за этот шум. Китайцы просто не могут быть тихими. Им все время нужно кричать. Видите, он такой красивый, весь изогнутый с этими старо-китайскими пагодами. И тоже вот, казалось бы, этот район на окраине города, он вообще, по-моему, нафиг никому не нужен. Здесь живет очень мало людей. Но какую же инфраструктуру они создают вокруг? Куча новых зданий строится. Вся набережная высажена парками. И даже мост они построили сразу вот такой вот для пешеходов с пагодами. Классный, беленький. И еще один специально для автомобилей, чтобы это все разделить. И чтобы, ну я не знаю, рыбакам было приятно стоять здесь с удочкой, ловить рыбу. И чтобы можно было с кайфом прийти вот в этот парк погулять. В итоге я уехал из Шанчжэня с чувством невыполненного долга. Потому что посмотрел я север и юг Китая. По сути его практически все основные города. Но самый главный и самый интересный город я не увидел. Я не посмотрел на Шанхай. У меня была мечта увидеть вот это. Но не вот это конкретно район Линган, где мы сейчас гуляем. А центр Шанхая. Погулять по нему. И поэтому я принял решение дать последний шанс Китаю. И поначалу Шанхай даже оправдал все мои большие надежды. Мне настолько нравилось в этом городе, что первую неделю я там постоянно ездил в центр. Гулял, изучал. Но потом, конечно же, суровая реальность, как обычно, дала о себе знать. У меня начали заканчиваться деньги. Банально их не хватало, потому что жизнь в Шанхае, она действительно дорогая. Она дороже, чем в любом другом городе этой страны. Нужно было платить за квартиру. Плюс я приехал не в самое удачное время. Я приехал в сентябре-октябре, когда здесь начинаются холода. И нужно было купить себе обогреватель. Оплачивать счета за электричество. За то, чтобы постоянно обогревать свою квартиру. Плюс было холодно. Я там опять начал постоянно болеть. Опять же, те же проблемы с одиночеством. Отсутствием друзей, они никуда не делись. Я ездил в бары в центре города. Пытался там с кем-то знакомиться. Но это всегда заканчивалось одинаково. Люди потом просто не отвечали мне на Вичаты. Поначалу у меня еще была какая-то работа инспектором. То есть я ездил по заводам, по фабрикам. Проверял там товар. Получал какие-то 100-150 долларов за инспекцию. Но со временем их вообще не осталось. То есть я просто тратил те деньги, которые заработал когда-то ранее. И новые они не накапливались. Я понимал, что если что-то не случится, если я не найду постоянную работу или кто-то мне не поможет, то мне придется уехать отсюда. Причем на этот раз навсегда, потому что у меня банально не осталось никаких средств, никаких сбережений. То есть я все отдал за квартиру, за жизнь в Шанхае, за съемки, которые очень много проводил в то время. И вот здесь случается переломный момент, потому что именно тогда, это был по-моему ноябрь, было жутко холодно, у меня стреляет видос про Шанхай. На нем сейчас около миллиона просмотров, тогда он стрельнул на 300-400 тысяч. Ну и что случилось после этого? Да, набрал и набрал просмотры. Что дальше-то? Мне начали писать люди. Те, с кем я хотел познакомиться здесь в Китае, бизнесмены. У меня появились друзья, те люди, которые меня замотивировали по сути оставаться в Китае, открывать здесь компанию, пытаться создавать здесь свой бизнес с логистикой, с доставкой товаров, работать с этими производствами. Они помогли мне с работой и дали понять, что в Китае есть смысл оставаться и что не стоит отсюда уезжать сейчас, когда я уже прожил здесь определенное время, когда я уже обзавелся большим количеством контактов. Поэтому девятый вывод, который я сделал, пройдя через все вот это, обзаводитесь контактами. Полезные связи это то, что, это первое, что можно найти в крупных городах по типу Шанхая. Даже если вы не найдете здесь работы, вы сможете найти хорошие связи, хороших поставщиков, людей, которые помогут вам с логистикой и с прочим. Вы можете, например, написать мне, если вам нужна какая-то помощь с доставкой, с, опять же, логистикой из Китая. Сейчас я начал сотрудничать сразу с несколькими компаниями. Мы можем принимать переводы на ИП, можем выкупать товар здесь в Китае, можем принимать оплату из России сразу сюда. То есть, ну, проблем с переводами нет. Мне сейчас их все больше и больше становится в связи с последними событиями, но у нас пока все окей. Так что, если вам нужна помощь с доставкой товаров из Китая, пишите в личные сообщения. Ссылочка на мой телеграм есть в описании. И вот, кстати, этот полицейский участок, куда я приходил регистрироваться в этот раз, когда я уже в последний раз вернулся в Шанхай. И самое интересное, в этот раз мне сказали, что, чувак, зря ты сюда пришел. Вот тебе QR-код, ты можешь по нему самостоятельно сделать вот эту вот регистрацию по месту жительства. И потом просто наш человек придет и проверит тебя, что ты действительно там живешь. И вот я четвертый раз сюда приезжаю и почему-то только на четвертый раз узнаю про этот QR-код. А если он кому-то нужен, тоже можете написать мне, я вам скину. И вот вы как приехали, просто по этому QR-коду зарегистрировались. И вам не нужно посещать таких мест, как полицейский участок Китая. Хотя, это тоже интересно. Мне было бы интересно приехать и посмотреть, как у них там все это устроено внутри. Здесь все ездят на фольксвагенах. Где же китайский автопром, который, как принято считать, сейчас самый топовый во всем мире. Почему же тогда китайские полицейские ездят на, причем на таких довольно стареньких фольксвагенах? Это не самая новая модель. Где же зикры, лисяны и все прочее. Ладно, друзья, вот вам пять иероглифов. А, я вам сейчас их прочитаю и попробуйте угадать, что здесь написано. Син-бак-кафей. Что, есть какие-то идеи? Старбакс. Да, старбакс в китайском это син-бак-кафей. Да, я вам постоянно говорю об инфраструктуре Китая, но никогда ее вам не показываю. На примере вот этого маленького пятачка хочу исправить эту ситуацию. Посмотрите, что мы здесь видим. Обычный, казалось бы, тротуар. Но, а, здесь есть скамейка. Б, он весь обсажен деревьями. Здесь везде деревья растут, кустарники. Все это зелено красиво. Третье. Здесь есть мусорка с раздельным сбором отходов. И она есть вот реально везде. Постоянно везде здесь есть мусорки. С этим вообще нет никаких проблем в Китае. И последнее, самое важное, тротуары. Это мое почтение. Вот эта вот штучка, она здесь повсюду. То есть, плавный переход с бордюра к дороге. Что это позволяет делать? Это позволяет беспрепятственно кататься по всему району на байках и на велосипедах. То есть, здесь можно ездить на байках как по основным дорогам, так и по тротуарам. И вот это вот, это просто лучшее решение, которое я когда-либо видел. Каждый заезд на каждый тротуар, он беспрепятственный. После того, как у меня залетело видео про Шанхай, я снял еще одно успешное видео про Чунцин. И про то, что там творится в Китае на самом деле. Которое тоже залетело. Там на полмиллиона просмотров каждое. Я понял, что я должен снимать видео Китая. Вот оно его призвание. И я должен помогать людям, которые хотят работать с Китаем, начинать с ним работать. Собственно говоря, поэтому я сюда и вернулся. И поэтому это тот момент, который пока что меня здесь сдерживает. Причем, не то, чтобы я был этим недоволен. Мне здесь нравится. Китай это та страна азиатская, в которой я знаю местный язык. А это огромная редкость. В Европе многие знают европейские языки. А вот в Азии знать какой-нибудь азиатский язык и жить здесь, зная язык местных, это на самом деле многого стоит. В общем, в Китае я надолго. Наверное, до того момента, пока за то, что я здесь рассказываю вам на ютубе, какой-нибудь китайец на меня не нажалуется. И за мной не придет просто полиция или иммиграционка. И просто она меня отсюда не депортирует. Потому что реально были такие случаи. Кто-то мне в комментариях и в личных сообщениях писал. Привет, я китаец. Я сходил в наш полицейский участок и рассказал о том, что ты здесь нелегально работаешь учителем. Китайцы, я не работаю здесь учителем. Я только видосы снимаю. Что, по-моему, легально. Хотя, фиг знает, легально ли в стране, где заблокирован ютуб, выкладывать видео на этот самый ютуб, обозревая эту страну. Ну и основной вывод, который я хотел бы сделать из всего этого огромного рассказа последних трех лет моей жизни. Не место красит человек, а человек место. Да, это звучит очень банально, но это правило действует, наверное, повсюду, во всем мире. Не важно, где ты живешь. Важно то, какой ты человек и то, насколько тебе нравится то, что ты занимаешься и то, кем ты являешься. И так же здесь Китай. Если вы думаете, что, приехав в эту страну, у вас сразу же лишатся все ваши финансовые сложности, вы тут же найдете высокооплачиваемую работу, то это не так. Когда вы почувствуете, что занимаетесь действительно тем, что вам нравится, то место, где вы живете, тоже начнет вам нравиться. Это, наверное, общий вывод, знаете, не только по Китаю, а по всему моему опыту проживания за границей. И я заметил, что не так важно, где ты живешь, потому что, по сути, во всех местах в этом мире есть свои плюсы и минусы, свои особенности жизни. И да, помните, только четкий план приводит к четким результатам. И если вы эмигрируете без него, то, скорее всего, вас ждет провал. Вот такая вот мысль, вот такое вот получилось видео. И, как обычно, надеюсь, оно вам понравилось. Вы не забыли поставить мне лайк, написать абсолютно любой комментарий. Пока!